У меня в руках пряничная форма восьмерка стюльпана. Это дизайн 2022 года. Размер доски 12 на 16 см. Изготовлена она из бука и рисунок вырезан по нашему авторскому оригинальному дизайну. И затем доска отшлифована нашими мастерами до идеальной гладкости и обработана составом на основе натуральных масел, для того, чтобы древесина отталкивала влагу, а тесто не прилипало к рельефу рисунка при приготовлении пряника. Сейчас я покажу, как формовать пряник с начинкой. Ссылку на рецепт пряничного теста вы найдете под этим видео. Для нижнего слоя я отмерила 80 г теста. Теперь нужно припылить мукой форму и пласт теста, чтобы пряник можно было легко вынимать наружу. Следующая задача – вдавить тесто самым тщательным образом. Верхнюю часть восьмерки я полностью заполняю тестом, а внизу оставляю место для начинки. Раскатаю второй кусочек теста весом 30 г. На центр выкладываю начинку из густого сливового джема так, чтобы она не касалась краев, иначе скрепить две части теста между собой не получится. Прижимаю тесто по краю и припыляю дно пряника мукой. Переворачиваю, уверенно стукаю верхним краем об стол, и вуаля – печатный пряник на столе. Переношу его на противень. Пряничное тесто для печатного пряника должно быть довольно плотным и не должно деформироваться при переносе. Если в этот момент пряник сильно вытягивается и теряет форму, то, скорее всего, при выпечке он раздуется, рельеф поплывет и не будет таким четким, как хотелось бы. Время выпечки пряника зависит от рецепта теста, а также от особенностей вашей духовки. Скажу для ориентира, что я пекла в электродуховке 3 минуты при температуре 250 градусов Цельсия, затем 15 минут при 180 градусах Цельсия. Продолжение следует...